Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим нижний шлейф с разъемом зарядки, с разъемом гарнитуры и микрофоном на iPhone 5s. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Теперь необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Это можно сделать металлической лопаткой. Отщелкиваем, сильно не открываем, чтобы не порвать шлейф кнопки Home. Все, отстегнули шлейф кнопки Home. Теперь необходимо открутить четыре винтика металлической пластины. Откручиваем. Откручиваем. Отщелкиваем три шлейфа от платы. Раз, два и три. Убираем в сторону дисплейный модуль. Он нам пока не понадобится. Откручиваем металлическую пластину держателя аккумулятора. Откручиваем. Там два винтика. И снимаем ее. Сняли. Отсоединяем аккумулятор. Теперь необходимо отсоединить аккумулятор от печатной платы. Далее отсоединяем нижний шлейф, который будем менять от печатной платы. И коаксиальный шлейф тоже отсоединяем от печатной платы. Отсоединили. Теперь необходимо открутить винтики. Их довольно-таки много. Не путайте. Они разных размеров. Сложите их так, чтобы потом вспомнить, откуда вы выкрутили какой винтик. Теперь я вам расскажу, когда и зачем нужно менять нижний шлейф. Если в вашем аппарате не работает микрофон, замена нижнего шлейфа вам поможет 50 на 50. То есть 50% что проблема именно в нижнем шлейфе с микрофоном. И 50% иная проблема. Если в вашем аппарате не работает разъем гарнитура, то тут уже большая вероятность, что именно нужно при после замены шлейфа у вас заработает разъем гарнитура. Но также проблема может быть и иная. Если же ваш аппарат не заряжается, то замена шлейфа маловероятно, что вам поможет. Так как когда аппарат не заряжается, проблема в основном на печатной плате, либо иная проблема. В дальнейших уроках мы это все рассмотрим и я вам более подробно объясню. Сейчас мы сняли аккумуляторную батарею. Теперь снимаем полифонический динамик. Вынимаем его аккуратно. Вынули. Теперь будем снимать сам нижний шлейф. Он приклеен к корпусу. Аккуратно снимаем его. Не спеша. Его снять несложно. С микрофона снимаем держатель резиновый. Снимаем держатель шлейфа. Устанавливаем микрофон. Направляющая. Она резиновая. Устанавливаем шлейф в корпус. Прикручиваем винтик. Аккуратно. Не повредив шлейф. Устанавливаем полифонический динамик. Устанавливаем. Теперь закручиваем винтики. Устанавливаем держатель шлейфа. И перекручиваем его тоже. Подключаем к аксиальной шлейфу к печатной плате. Подключили. Теперь необходимо подключить сам нижний шлейф к печатной плате. Подключили. Вставляем аккумуляторную батарею. Вставили. И также подключаем. Устанавливаем металлическую пластину. И перекручиваем ее на два винтика. Прикручиваем. Теперь необходимо подключить дисплейный модуль. Подключаем. Защелкиваем три шлейфа. Устанавливаем металлическую пластину. И ее необходимо прикрутить на четыре винтика. Прикручиваем. Прикручиваем. Теперь необходимо подключить шлейф к кнопке home. выключаем защёлкиваем модуль и прикручиваем два нижних винтика и всё мы вам показали как самостоятельно произвести ремонт все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет магазине продаём запчасть по всей России либо обращайтесь в наш сервис центр где мы устраним любую поломку профессионально всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки